Всем привет! С вами интернет-магазин QQ.ru И сегодня хочу предложить вашему вниманию Обзор смартфона компании Fly Fly FS551 Nimbus 4 Это самый мощный смартфон Линейки Nimbus Давайте посмотрим, что входит в его комплект И что он себе представляет Итак, в данном случае он представлен в сером цвете Есть еще в белом Аккумулятор здесь емкостью 2100 мАч В комплект идет кабель microUSB Серебрарнитура, наушники, таблетки Разъем 3,5 Зарядное устройство с выходом USB и током зарядки 1 А Из технической документации присутствует руководство пользователя Дополнительные возможности установленного программного запечения И гарантийный талон Смартфон представлен в стандартном 4-факторе моноблок По периметру идет серебристая окантовка Дисплей здесь 5,5 дюймов С разрешением 960 на 540 Имеет три сенсорные клавиши, которые не подсвечиваются Фронтальная камера 0,3 мегапикселя Слуховой динамик Также в этой модели нет светодиода пропущенных событий Слева торца у нас никаких клавиш слотов нет Справа расположились клавиши управления Качели громкости и кнопка включения Сверху разъем 3,5 для стереогарнитуры И снизу идет разъем microUSB и основной микрофон Задняя крышка такая шероховатая На ощупь не скользит Плохо стоят отпечатки от пальцев Здесь идет основная камера 5 мегапикселя со вспышкой И внизу идет мультимедийный динамик Задняя крышка съемная Здесь вот выемка, которая позволяет Открыть заднюю крышку Которая крепится на защелках по периметру смартфона Здесь представляется доступ к установке двух сим-карт И слоту карт памяти microSD до 32 гигабайт При прощелкивании всех заглушек В принципе получается монолитный корпус Ничего не люфтит, не скрипит По размерам Что можно сказать по размерам Размеры у меня достаточно большие В толщину он получился 10,2 мм В ширину 79 и в длину 151 При этом весит 114,4 грамма Для моей руки в принципе достаточно большая Но я с трудом дотягиваюсь до углов Поэтому конечно же будет удобнее его эксплуатировать двумя руками При этом вес достаточно большой Почти 195 грамм Итак, загружается операционная система Android По предустановленному программному печенью Здесь лидирует сеть сервисов от Google Также здесь не забыли про два GIS-карты Социальные сети ВКонтакте и Одноклассники Представлены некоторые программы игры От компании GameLoft, Зеленая ферма И так далее Также есть Клинмастер Есть проводник для просмотра файлов Не забыли разработчики и FM-радио Наушники здесь являются антенной Поэтому без наушников радио послушать не получится Есть также Opera Проводная связь банка, онлайн клиент Skype и U-Bank По настройкам, что можно сказать Они простейшие, тоже как обычно Без каких-либо изменений По поводу памяти Память здесь 4 ГБ Но для пользователя доступно около 2 ГБ Максимум Опять же Здесь Как мы обратили внимание Много представленного программного Спечения Поэтому того меньше Может реально где-то около полтора Только доступно Благо здесь можно расширить При помощи карты microSD До Соответственно 32 ГБ И посмотрим с вами О версии программного спечения От Android 4.4.2 В принципе интерфейс достаточно шустро отзывается Несмотря что как мы видим Достаточно много программ установлено По умолчанию браузера здесь Google Chrome выбран В принципе достаточно шустро Удобный серфик в интернете Позволяет открывать Достаточно быстро наш К примеру сайт Где много представленных Высокачественных картинок Есть анимационное меню И есть допустим обзор Который можно посмотреть Не выходя в другое приложение При этом напомню Что данный смартфон Поддержит сети 3G Что достаточно ускорит Загрузку Сайтов Качество дисплея Оценим с вами на канале Ютуб Посмотрим как будет выглядеть Картинка Плюс углы обзора И конечно же звук К сожалению Поскольку разрешение дисплея 960 на 540 Ютуб показывает Не максимальные возможности Он оценит скромно В 360 пи Тем не менее Что хочу отметить Несмотря даже на столь Достаточно низкое разрешение Канала Ютуб Качество картинки В принципе неплохое Пикселизация здесь Не наблюдается И обращу внимание Что дисплей Обладает хорошими Углами обзора Даже на максимальных Четко выраженной Границе объектов И нет инверсии цвета Давайте послушаем Как дела обстоят Со звуком Звук здесь средний По мощности Качество неплохое В принципе даже на максимальной громкости Есть небольшие буквальные искажения Но это не сильно царапает слух Но тем не менее Хочу обратить внимание Что в пиджаке или в сумке Можно уже не услышать звонок Перейдем к камере Камера здесь 5-мегапиксельная Основная И фронтальная у нас Идет 0,3 мегапикселя Настройки здесь Как мы видим Просмотр Размер изображения Максимально 5 мегапиксел Это 2592 на 1044 Качество фото Здесь Отличный Хороший Стандарт Режим съемки Здесь ночная съемка Есть обычный Портрет Пейзаж И в движении Автоспуск Цитовые эффекты Звук затвора Просмотр Геотеги Место сохранения В дополнительных Это здесь Выставляем режим фокус Бесконечность Непрерывно Частота подавления Мерцания 50-60 Гц Выдержка Чувствительность Также здесь Настраивается Яркость Контраст И насыщенность Давайте попробуем Сфотографировать Торец коробки Есть автофокус Что можно сказать В принципе Для 5 мегапикселей Неплохо Четко видно Буквы Цифры Не смазано Конечно Есть По углам Но Еще раз говорю Для Допустим Того же меню Или Расписания Вполне достаточно Перейдем К технической части Посмотрим Что покажет Нам Технические Данные Дисплей Поддерживает 5 касаний Одновременно Антуту Бенчмарк В принципе Показал Неплохой Результат Но Опять же Хочу Обратить Внимание Здесь Оперативная Память 512 Что достаточно Мало Для большинства Агрон Таких Тяжелых Приложений И Опять же Встроенной памяти Тоже всего лишь Как вы понимаете Всего 4 гигабайта Доступно Гораздо Меньше У меня Получилось Вначале Установить Все программы То есть Там Я устанавливаю Мульдитач Тестер Асфальт Восьмой Собвай Сорфис И Антуту И уже Обновить Те программы Которые были Изначально Заложены В телефоне У меня Не получилось Не хватало Места В телефоне Поэтому Асфальт Восьмой Я решил Убрать Чтобы посмотреть Как все будет Работать Опять же При Достаточно Тяжелых Играх Видно Небольшие Фрезы Лаги И так далее Обычные Простые 2D 3D Игры Легко Тяжелые Тяжелые Конечно Фрезы И Лаги Соответственно Доступны После Перезагрузки Если Ничего Не Станавливать Около 171 Мегабайта Для Системы Встроенной Памяти Как мы Видим Доступны Около 2-1,5 Габайта Для Пользования Зависит От Приложения Процессора Здесь 32-битный 4-ядерный С частотой 1200 Мегагерц Графический Ускоритель Mali-400 MP 240 Пиксель На Дюйм Обладает Пятипальцем Мультитач Фронтальная Камера 0.3 Мегапиксель 640 На 480 Из Датчиков Здесь Есть Приближение Освещение Положение Давайте Посмотрим Как Будет Обрабатывать Нажатие В Такой Простейшей Игре Как Subway Surface Посмотрим Как Будет Прорисовываться Графика Как Она Будет Заглаживаться Так же Как Персонаж Будет Четко И Быстро Реагировать На Нажатие Итак Как Мы Видим Вдали Прорисовка Неплохая Начинаем Вначале Игры Есть Небольшой Такой Фриз Под Загрузку Уровня Со Сглаживанием Как По Бокам Так Вдаль Текстуры Не До Конца Сглажены Это Видно И Бросается Немного В глаза Но В целом На Игровой Процесс Это Не Сильно Влияет Так Что Выглядит Все Моле Менее По Перемещению Так Ж Никаких Проблем Не Возникает Прекрасно Отрабатывает Дисплей Нажатие Даже На максимальных Уровнях Проблем Не Будет Возникать Единственное Что Хочу Отметить Что Как Мы Видим Экран Быстро Покрывается Отпечатками От пальцев Шалифовного Покрытия Здесь Нет Поэтому Конечно Рекомендую Использовать Защитную Пленку Или Стекло Итак Давайте Подведем Итог Fly Решил Сделать Достаточно Большим Дисплеем Бюджетный Смартфон В принципе У него Это удалось За Исключением Некоторых Моментов Которые Мне Больше Всего Не Понравились Данные Модели Это Достаточно Мало 512 Оперативной Памяти Плюс К этому Всему Опять же Мало Место То есть 4 ГБ Доступно Из них Реально 2-1,5 Тоже Мало Поскольку Крупные Игры И все Остальное Особенно На этом Андроиде Версия 4.4.2 Устанавливается Именно В сам Смартфон Не На Карту Памяти Поэтому Либо Довольствуется Одной Игрой Такой Большой Либо Вообще Не Играть Это Конечно Не Очень Лучший Вариант Еще Конечно Что Не Скажем Помимо Этих Достаточно Мольших Недостатков Хотелось Бы Конечно Что Телефон Сказать Только Вышел Можно Сказать Свежий А Андроид Тем не менее Всего Лишь 4.4.2 И Это Конечно Очень Странно Даже Не 4.4.4 Не Будет Ли У него Потом Обновление Это Конечно У меня Сильно Вызывает Сомнений Посмотрим Что Дальше Предложит Компания Флай А Пока В принципе Можно Сказать Что За Данные Деньги В принципе Неплохой Смартфон Напомню Что Актуальную Цену Можно Посадить У нас На Сайте Большое Спасибо За Внимание Подписывайтесь На Канал Комментируйте Задавайте Вопросы Всего Вам Доброго